Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулак Балишане Балишане – это не просто иконописцы, это вообще крестьяне-иконописцы, то есть зимний период времени они посвящают иконописи, причем первоначально все члены семьи задействованы именно в создании иконы, от иконной доски до уже окончательного покрытия лаком. Занимались иконописью семей, то есть начиналось все с левкашиней доски, кто поменьше, тот строгал, левкасил. Каждый имел дома эту мастерскую. И вот именно первую мастерскую в Палихе открыл Николай Ларионович Корин. Это вот получается дедушка художника. В Коринах очень много книг, огромное количество гравюр. Когда открывается вот этот большой поток живописи в Россию, здесь в Палихе пытаются всячески себя развивать. То есть они не просто замыкаются этой иконописью, они изучают эту живопись, этих больших художников, типа, например, Рафаэля. Жизненный уклад здесь, естественно, как и во всем Палихе, патриархальный колхозный уклад. Но вообще Дмитрий Николаевич Корин, это отец, когда создавал семью с Надеждой Ивановной Талановой, в этот дом они пришли. Здесь была еще хозяйка и бабушка. И вот, скорее всего, потому что здесь хозяйство вела женщина, здесь было очень теплое отношение между жителями дома. То есть здесь большое внимание уделялось именно детям. Их именно искренне любили. То есть им отдавали весь свой внутренний мир. Павел Дмитриевич родился именно здесь, в Палихе. Здесь он обучался, именно закончив сначала сельскую школу, то есть научили читать, писать, закону Божьему обучили. Родители его отправляют обучаться на иконописце. И школами должны были руководить академисты, то есть художники с высшим образованием. И что было очень важно, все мальчики, которые здесь закончили эту школу, они были вынуждены уехать, покинуть Палих. Потому что руководители мастерских, которые здесь принимали людей на работу, они поставили ультимату ученикам, которые заканчивают именно эту школу, они их не брали на работу. И вот первый выпуск до Павла Дмитриевича Корина, 23 ученика, они были вынуждены полностью покинуть Палих и уехать куда-то на другие места работать. Ну, Павел Дмитриевич Корин тоже пошел по этим же стопам, и в возрасте 16 лет он покидает Палих, уезжает в Москву. Палих останется в сердце художника иконой самой России. Недаром первыми его работами, которые приобретет Третьяковская галерея, станут пейзажи Палих и Моя Родина. Над большим полутораметровым в ширину полотном «Моя Родина Корин» в 28-м году будет работать особо тщательно и долго. Он готовился, много думал об этом пейзаже, хотел создать поэтическую торжественную панораму заката с необъятными медалями «Моя Родина». Чтобы поймать необходимое впечатление и передать его в этюде, он ждал нужного момента, иногда несколько дней. Звонят к обедне, я смотрю на свой пейзаж. Надо, чтобы звон в нем передавался. Корин создал образ земли первозданной, освещенной даже не закатом, а светом не вечерним, вечным, божественным. Уголок Царства Небесного на земле, или, вернее, земли, преображенной в Царстве Небесном. Однако вернемся на десятилетия назад. Для деревенского мальчика Москва была Мекка. Я сильно намазал дегтем свои тяжелые сапоги, чтобы приехать франтом. Не стану описывать мой путь от Нижегородского вокзала к Тверской заставе, в мастерскую иконописца Молова, который взял меня в ученики с условием править очередь, то есть работать в качестве прислуги. И все-таки незабываемая эта дорога через огромный весенний город. Идти в яловых сапогах было трудно. У Иверской часовни на ступенчиках я снял их, перебросил через плечо и так босиком шел по Москве. Живот подводил от голода, в булочной Филиппова купил себе калач и шагал дальше. В скором времени у Павла произойдут удивительные встречи. Встречи с людьми, словно неспосланными ему свыше. После того, как художник уезжает в Москву, его там замечает художник Нестеров. Вот этот талант виден сразу, то есть в копировании работ, создании каких-то своих работ. И художником-знаменщиком он с Нестеровым отправился расписывать Марфу-Муринскую обитель, а именно усыпальницу. Художник-знаменщик – это вообще художник, который изображение на листочке может перенести на стену. То есть он его в разы увеличит и его на стену возведет. Почему знаменщик? Мы знаем, что знамя несут впереди колонны. И это, естественно, тот, кто будет начинать, с чего начинается. Марфа-Муринскую обитель основала на свои средства великая княгиня Елизавета Федоровна, вдова великого князя Сергея Александровича, убитого террористом. И ей самой, как и всей царской семье, суждено будет принять венец мученичества в 1918 году. Благодаря покровительству Елизаветы Федоровны, молодой художник поступил в Московское училище живописи, вояния и зодчества. А еще великая княгиня благословила Павла поехать в Ростов-Великий, Ярославль и Киев для изучения древних фресок и мозаик, чтобы с этим опытом начать роспись в обители. В своем дневнике Павел Дмитриевич оставил такую запись, что я перед Елизаветой Федоровной в неоплатном долгу, она уберегла меня от пошлости. То есть он имел возможность писать такие благородные работы, и, собственно, находясь при ней, как художник, развиваться. В обители состоялась и третья чудесная встреча Корина, определившая его судьбу. Среди девочек-сирот, воспитанниц монастырского приюта, была девочка, привезенная из Башкирии, очень хотевшая научиться рисовать. Просковья Тихоновна Петрова. Павел Дмитриевич Корин к ней был приставлен учителем рисования. И затем, когда уже у спальницы была готова, в процессе общения, он понял, что это действительно то, что ему нужно по жизни, для сердца, и сделал ей предложение. Между прочим, она думала 8 лет над его предложением. Да. И только после этого она согласилась стать спутницей по жизни. Он звал меня стать помощницей в жизни. Звал на подвиг вместе с ним. Он говорил, что хочет посвятить всю свою жизнь великому искусству. Знал, что путь художника-подвижника труден. Несмотря на мой отказ сейчас выходить замуж, он писал мне, что просит только дружбы. Немного привета от милой, серьезной девочки. Не письмом отвечайте мне, Паша, а дружбой. После ареста великой княгини Елизаветы Федоровны работа в Марфо-Мариинской обители прекратилась. У Павла Дмитриевича и Прасковья Тихоновны наступили нелегкие дни. Благодаря поддержке Нестерова ему удавалось получить работу преподавателя в государственных художественных мастерских, делать рисунки экспонатов Музея изящных искусств и даже трудиться художником в университетской анатомичке. Однако жизнь в этот период, когда он снимал жилье в мастерской на Арбате, была трудной. Как писали они в своих воспоминаниях, и Павла Дмитриевича и Прасковья Тихоновна, у них, например, вместе с братом была одна чашка на двоих и две банки, из которых пили они, когда приходили гости. Если приходил Нестеров, ему, конечно, давали эту чашку. Или когда приходила Прасковья Тихоновна, тогда еще Петрова, будущая жена Корина, конечно, ей тоже доставалась чашка для чая, а братья пользовались банками. Но именно в эти годы у него сформулировалась идея его главной великой картины, потому что он считал, и эта идея пришла, конечно, от Нестерова и от его любви и уважения к Иванову, к Александру Иванову, идея о том, что художник должен создать некое выдающееся полотно, которое бы оправдало собой всю его жизнь, весь его творческий путь. И вот в жизни Корина произошло новое промыслительное событие, в точности совпадавшее с его творческими чаяниями. 12 апреля 1925 года, в вербное воскресенье, за неделю до Светлой Пасхи, он оказался свидетелем народного прощания с патриархом Тихоном. Отпевание продолжалось почти восемь часов. Прямо с натуры Корин сделал несколько набросков в блокноте и записал. «Народа было великое множество. Был вечер перед сумерками, тихий, ясный, народ стоял с зажженными свечами. Плач за упокойное пение – это же картина из Данте, это страшный суд Микеланджело. Написать все это, не дать уйти – это реквием». Для этюдов он стал искать живые образы верующих в храмах и монастырях. Приводил домой монахов, московских нищих. Когда Корин начал писать этюды к реквиему, эта его работа довольно сильно прозвучала в Москве, среди московской интеллигенции. Многие приходили посмотреть на его этюды. Конечно же, с подачей Михаила Васильевича Нестерова, с подачей каких-то общих знакомых. В конце концов, слухи о молодом и очень талантливом художнике дошли и до Горького. А Горький был известен тем, что очень активно интересовался художественной жизнью. Как раз он вернулся из своей многолетней поездки за границу, фактически из эмиграции. Поэтому он, конечно же, заинтересовался и работами Павла Дмитриевича. И, собственно, у Корина есть подробные воспоминания о том, как эта встреча происходила. Алексей Максимович вошел в высокий, под самый потолок кухни. С интересом осматривал наше хозяйство. Уселись, немного поговорили. Алексей Максимович боскомно, о, говорит, ну, показывайте. Волнуюсь, начал я показывать свои работы, слышу его одобрительно. Здорово, черт возьми. Вы большой художник. У вас настоящее здоровое гондовое искусство. Наверное, именно житейская мощь живых образов, которую воспевал и сам Горький, мощь, названная по-простому гондовостью, так привлекла столь знаменитого и влиятельного писателя. С того дня Горький стал главным покровителем Корина. А Корин задумал картину поистине грандиозную. Размер холста уже говорил о масштабе замысла 5 на 8, 40 квадратных метров. И надо сказать, что Горький посоветовал Корину дать картине название. Русь уходящая, чтобы не вызывать явное раздражение власти, которая боролась с церковью. Горький очень сильно оберегал Корина и очень сильно ему помогал. Благодаря защите Горького очень многие вещи в жизни Корина смогли произойти. В первую очередь это, конечно, мастерская, потому что задуманная работа. Реквием предполагалось грандиозных размеров. И, конечно, на чердаке ее просто технически не было возможности написать. И он нашел для него вот этот дом на Малой Пироговке, который был бывшей прачечной. И на средства, которые помог найти Горький, этот дом перестраивается под мастерскую. Горький еще оплачивал аренду этого помещения. Это были деньги государственные, но выделенные именно через Горького. К сожалению, когда Горький умер, то кончилась и эта поддержка. И тут же везде стали появляться статьи «Не художник», «Мастерская мракобесия». Корина начали травить, его картины стали снимать из экспозиции в музеях, где они уже находились. И его хотели выгнать из этого дома. Куда было поставить этот громадный гигантский холст? Который, между прочим, тоже помог сделать Горький заказ на цельное, специально сотканное для этого полотно. Тоже оформлялось по его связям в Ленинграде. Сделали такой гигантский холст, не сшивной. Это, конечно, было очень важно и очень ценно для качества работы. По свидетельству друзей, выстоять Корину очень помогала Вера. Он зажигал дома лампадку перед иконами, которые тоже собирал всю жизнь. Зажжешь, сядешь напротив, и как-то приятно и легко станет на душе. Сверкнет этаким светлячком свет тихо и красиво. Для Павла Дмитриевича то, что эта картина не была написана, было величайшей трагедией. Это была трагедия всей его жизни, и он никогда не забывал об этом, но и никогда не оставлял надежду все-таки приступить к реквиму. Но, понимаете, написание такой картины, в которую бы художник вложил весь свой творческий потенциал, всю свою душу и оправдал бы просто всю свою жизнь, все свое существование этой картины, это процесс, к которому нельзя подойти с ремесленной позиции. Нельзя утром писать портреты деятелей, искусства, даже людей, которых он глубоко уважает, вечером приходить и по два часа писать реквим. В те годы, когда Корин был на пике своей готовности писать эту работу, ему этого не позволяли сделать. Допустить такую картину, конечно, власти не могли. В какой-то момент он прекрасно понимал, что если он сейчас начнет писать, за ним тут же придут. Он был к этому готов, и даже был собранный чемоданчик на такой случай. В такой обстановке невозможно было начать писать полотно, которое бы человек просто вылил всю свою душу. Промыслительное и то, что творчество Корина стало востребованным в годы тяжелых испытаний для всей страны, в годы Великой Отечественной войны. Комитет по делам искусств заказал художнику портрет святого благоверного князя Александра Невского, во имя которого в России были некогда освящены более тысячи храмов. В Триптих, вскоре после того, как он создает центральную часть, собственно, образ Александра Невского, эта работа начинает тиражироваться, издаются открытки, они попадают на фронт. Павел Дмитриевич впоследствии получил письмо от солдат, которые на мешковинах, из-под мешков сахара, написали большой такой стяг с Александром Невским, и на фронтовой дороге поместили его, и солдаты, которые проходили, они вдохновлялись этим образом. Зимой 44-го года освободителей Новгорода, которым правил святой князь-победитель, встречала огромная копия полотна. Вот пришел человек, бывший солдат, и ему выпала честь освобождать Россию на этом вот пространстве Тверской дороги. А человек был художником. Они договариваются, вот шестеро художников, сменяют один другого. Они в две ночи работают. И после этого идут к начальнику полка. И говорят, вот, хотелось бы, чтобы оживить, поставить у дороги. А представьте себе вот это белое безмолвие, и идущие тысячи и тысячи людей. Подходит солдат, и он вровень с полотном. То есть тут эффект присутствия абсолютный. Видите, тогда без слез невозможно в голову смотреть. А немногим позже Корина отправили в Берлин писать портрет маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Сам Жуков оценил итог работы коротко. Хорошее лицо, полевое. Почему полевое, удивился художник. Такое бывает на поле боя, ответил маршал. Там же, в Германии, Корин стал одним из главных реставраторов картин Дрезденской галереи. Однако после войны в жизни Корина вновь началась черная полоса. Портрет Жукова убрали в запасник. В 48-м я был зачислен формалисты. В январе 50-го был приглашен преподавателем Суриковский институт и выгнан оттуда в августе. Потом тяжело болел. Моя Просковья Тихона терпела, радовалась, мучилась и страдала вместе со мной. И тогда судьба преподнесла Корину новый подарок. Знаменитый архитектор Алексей Щусев привлек художника к оформлению интерьеров ряда станций кольцевой линии московского метро. Он предложил использовать не фрески, а именно мозаику, как более долговечный материал и менее подверженной влажности. Специально создал мозаичную мастерскую, набрал туда мозаичистов и уже сложившихся мозаичистов, и молодых людей, и молодых художников, которые готовы были учиться этому искусству. На взгляд тогдашней цензуры, например, был слишком яркий образ спасителя на стяге, которая за спиной Александра Невского. И ему пришлось заложить складку на этом стяге, чтобы лик не такое сильное впечатление производил, не выглядел иконой. И, конечно, для Корина это было серьезным испытанием. За оформление станции метро Павел Корин получил сталинскую премию, был принят в Академию художеств. А что же его главный замысел, его реквием? Огромный холст остался пустым. Однако был создан и сохранился эскиз картины. Знатоки даже называют точную дату изображенного богослужения, 5 мая 1918 года. Тогда епископ Дмитровский, старец Трифон Туркестанов, возглавлял последнее пасхальное богослужение в Успенском соборе. На картине самое начало пасхальной службы. Тревожный взгляд епископа Трифона обращен к западной стене собора. Там образ Иисуса Христа на фреске «Страшный суд». Будто второе пришествие Спасителя уже явлено, и «Страшный суд» начался. Время «Страшного суда» еще не наступило. И, возможно, главное наследие художника Павла Дмитриевича Корина. Те отблески Царства Небесного, которые он запечатлел в нашей обычной жизни, и которые сопровождают нас на наших ежедневных путях. Взор, проникающий и в самые глубины нашего мира, и в глубины наших душ. Он был глубокчайший верой человек, но эта вера была не бабушке, а вполне осознанная, глубинная вера, которая подогревает во всех отношениях. Ему приходилось очень тяжело. И с той точки зрения тяжело, что он прошел испытания и гонениями, и испытания славой. Но он никогда себе не изменил. Это был человек, который очень твердо и четко определил свой путь, свой путь художника, и никогда с него не сходил. Абсолютная добросовестность. И он не свернул бы ни на йоту. Истине он никогда не изменял. Ни в какой мере. Своим вот таким вот выстаиванием он помогает нам сейчас не прельститься никакой мишурой. Если ты не дана вера, а это величайшее достояние, не сворачивай. Оставайся самим собой. И если таких будет множество, ничего другого нам не нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok